Всем привет! Вы на канале МакКаллистер. Сегодня стало известно о смерти матери Алексея Панина, журналистки Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве «Наука». Пока нет точных данных о том, что же случилось с женщиной, где и как прошли похороны. По предварительным данным, умерла Власова еще 5 января, но родственники и близкие люди не захотели передавать это широкой огласке. Отметим, что Власова всегда поддерживала эпатажный образ 43-летнего сына. Последние годы звезда фильма «Жмурки» то и дело попадают в скандальные истории. К слову, отец Алексея Панина ушел из жизни 23 года назад. Примечательно, что сам актер ни слова не сказал о трагедии, а в его инстаграм фотографии из солнечных стран. Смерть Власовой подтвердила певица Лолита. «Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша – замечательный сын, прекрасный отец. Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружает его любовью и пониманием», – сказала артистка. По словам друзей и близких, у Панина были хорошие отношения с матерью. Они особенно сблизились, когда не стала папой актера. Правда, мужчина успел увидеть дебютные работы сына. Так, Алексей снялся в фильме Романовы «Венцевская семья», куда его пригласил лично Глеб Анфилов. К слову, именно Татьяна Власова подсказала любимому Леше поступить в ГИТИС, но его с треском выгоняли из вуза три раза. А затем он и сам ушел, но все равно продолжал активно сниматься в кино. Пока нет точных данных, смог ли проводить Панин маму в последний путь. Последние месяцы он живет в Испании вместе с дочерью Анной. До пандемии журналистка часто приезжала к звездному сыну, но затем границы закрыли. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!